Здравствуйте! В эфире Регион 38, безопасное движение. Проект телекомпании «АЭС» и управление госавтоинспекцией Главного управления МВД России по Иркутской области. По вине пьяных водителей происходит каждая девятая ДТП и каждая четвертая смерть на дороге. Пугающие цифры, не правда ли? Несмотря на эту статистику, пьяные продолжают садиться за руль, подвергая опасности всех участников дорожного движения. Тема сегодняшней программы – нетрезвое вождение, опасность и ответственность. И в этом выпуске смотрите. Дорожная сводка. Статистика дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю. Почему людей не останавливают опасность и последствия пьяной езды? Что грозит водителю за езду в нетрезвом виде? И как снизить к минимуму количество пьяных за рулем? С 15 по 21 апреля на территории региона зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий. 7 человек погибли. 41 получил травмы различной степени тяжести, в том числе 13 несовершеннолетних. С участием водителя без страховки произошло 15 ДТП. В Ангарске столкнулись Нива и Больший Груз. В результате ДТП 60-летний водитель отечественного внедорожника скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В Осинском районе 34-летняя женщина-водитель Тойота Камри, не справившись с управлением, съехала с проезжей части и несколько раз перевернулась. В результате происшествия 37-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте. Водитель и двое пассажиров были доставлены в больницу с различными травмами. Как выяснилось, водитель не имела прав. И в момент аварии все находившиеся в машине были не пристегнуты ремнями безопасности. В Братске 25-летний водитель Тойота Лэнд Крузер Прада выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Тойотой Филдер. В результате аварии 51-летний водитель универсала погиб на месте. Его 65-летний пассажир госпитализирован. По всем фактам ДТП полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего. Управление транспортным средством в состоянии опьянения – самое опасное и страшное нарушение ПДД, приводящее к авариям с тяжкими последствиями. Часто жертвами пьяных водителей становятся ни в чем не виновные люди. Почему же таких водителей не останавливает опасность и последствия? Что грозит заезду в нетрезвом виде? И как снизить к минимуму количество пьяных за рулем? Об этом мы поговорим с заместителем начальника отдела ДПС, исполнения административного законодательства и дорожного надзора ГИБДД ГУМВД России по Иркутской области майором полиции Евгением Блиновым. Евгений Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Сколько ДТП с начала года произошло с участием нетрезвых водителей? За истекший период 2024 года на территории нашего субъекта произошло более 170 дорожно-транспортных происшествий с участием водителям в состоянии опьянения. В 47 таких происшествиях 13 человек погибло, из них трое несовершеннолетних, и более 60 получили травмы различной степени тяжести. А если сравнивать сегодняшнюю статистику с аналогичным периодом прошлого года, это больше или меньше? Если брать статистику аналогичного периода прошлого года, то количество самих происшествий у нас снизилось. Снижение составило порядка 7%, но, к сожалению, несмотря на это снижение, количество погибших у нас увеличилось. Если рассматривать непосредственно несовершеннолетних, эта цифра изменилась с 1 до 3. Раненых стало меньше на 8%. А что вообще грозит за езду в нетрезвом виде, если человек попался однократно и уже не один раз, так скажем? Вообще, за управление транспортным средством водителям в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, если он попался, как вы говорите, первый раз. В данном случае ему грозит наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Аналогичная административная ответственность будет в случае отказа от прохождения медицинского свидетельства на состоянии опьянения. Если же водитель у нас сила за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторна, то здесь уже будет уголовная ответственность. Правонарушителю грозит наказание, может быть наложено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо размере одной заработной платы, либо иного источника дохода на период от 1 до 3 лет. Также он может быть подвергнут принудительным, обязательным, исправительным работам, ограничению свободы сроком до 3 лет, либо фактическим лишением свободы до 3 лет. В качестве дополнительного наказания на него будет наложено лишение права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. Кроме того, уголовным кодексом предусмотрена конфискация транспортного средства, на котором правонарушитель совершил вышеуказанное преступление. В данном случае транспортное средство изымается и оборачивается в собственность государства. С января по май 2023 года в России с участием нетрезвых водителей произошло почти 3000 ДТП. Погибли 685 человек и 5091 человек получили различные травмы. За аналогичный период 2024 года в стране уменьшилось ДТП с нетрезвыми водителями на 21,3%. Число погибших уменьшилось на 34,8%, а раненых – на 22,5%. В этом году садиться пьяными за руль стали чуть реже, но цифры по-прежнему остаются высокими. Для предотвращения пьянства за рулем сотрудники госавтоинспекции еженедельно проводят профилактические мероприятия и рейды, в ходе которых выявляют и отстраняют от управления транспортом тех, кому, по-видимому, все равно на безопасность себя и окружающих. Ну а для этого патрульные машины на сегодняшний день оснащены всем необходимым. Каждая патрульная машина оснащена видеокамерами, которые снимают обстановку внутри патрульного автомобиля и снаружи. Также автомобили оснащены светосигнальным громкоговорящим устройством и радиостанциями, по которым происходит связь с дежурной частью. Также в каждой машине имеется прибор, анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, то есть с помощью которого мы проводим освидетельствование о состоянии алкогольного опьянения. Пьянство за рулем – это страшное нарушение ПДД, влекущее за собой самые тяжкие последствия. Помочь остановить эти вопиющие случаи можете и вы. Если в потоке вы увидели неадекватный едущего водителя или с явными признаками опьянения, то стоит незамедлительно обратиться в дежурную часть отдельного батальона ДПС по номеру телефона 21-76-00. Сообщить марку автомобиля, госномер и в каком направлении данный автомобиль двигается. Геннадий Владимирович, часто по вине нетрезвых водителей страдают люди, дети. Нередко такие происшествия заканчиваются летальным исходом. Как наказывают таких водителей? Да, к сожалению, такие случаи имеют место быть. Я ранее уже приводил статистику, что если погибший, к сожалению, несовершеннолетний страдает достаточно нередко. В данном случае у нас предусмотрена уголовная ответственность непосредственно статьей 264 УК РФ. В случае, если причинен тяжкий вред здоровью, то правонарушителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет. Также в качестве дополнительного наказания будет применена мера в виде лишения права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. В случае, если в результате такого происшествия у нас погиб один или несколько участников дорожного движения, то тогда уже будет назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. И также дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Почему пьяных водителей не останавливают последствия вот этой пьяной езды? Чем они объясняют свое поведение? Почему садятся за руль? Вы знаете, причина у каждого, конечно, своя субъективная, но в большинстве случаев люди переоценивают свои возможности в части управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Нередки случаи, когда они мотивируют это тем, что они выпили незначительную дозу алкоголя, и она никак не повлияет на реакцию и принятие ими решения. То есть они от этого становятся, наоборот, ловчее, быстрее, если так можно сказать. Ну, конечно, когда уже приходит так называемое состояние вытрезвления, они понимают, что они представляют собой непосредственную опасность. Но, к сожалению, на моменте употребления алкоголя сознание человека меняется, и это приводит к тому, что садятся за управление транспортным средством и не осознают всей той тяжести последствий, которая может наступить. А какие мероприятия проводит Госавтоинспекция по Иркутску области для сокращения количества пьяных за рулем? Наряды ДПС у нас, можно сказать, в круглосуточном режиме осуществляют работу по выявлению и исключение из потока транспортных средств водителей в состоянии опьянения. Плюс ко всему мы на постоянной основе проводим оперативно-профилактические мероприятия как на территории, а в целом всего субъектах, так и локально в тех муниципальных образованиях, где у нас наиболее острая обстановка состоит с данными водителями. Для этих целей мы в том числе привлекаем передвижную медицинскую лабораторию, которая у нас есть на базе Иркутского областного психонерологического диспансера. Также по линии пропаганды безопасности дорожного движения большой объем работы проводится в части работы с населением.